Не секрет, что в сфере образования есть некоторые проблемные места. К примеру, в Восточно-Казахстанской области на повестке дня стоит вопрос снижения разрыва в качестве обучения сельских школьников и городских. О том, как решают проблему, в следующем сюжете. Что может служить критерием оценки качества знаний школьников? Оценки в дневнике, конечно же, электронном, по последним веяниям времени, показатели в различных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах или же итоги единого национального тестирования. По данным Пресс-службы Министерства образования и науки Республики Казахстан, 70% абитуриентов набрали пороговый балл на январском ЕНТ. Несмотря на то, что это далеко не 100%, это почти на 20% выше прошлогоднего показателя. Средний балл также вырос на 7% и составил почти 68 баллов при максимальном балле 135. К сожалению, мы не можем проанализировать результаты тестирования в Восточном Казахстане. Как сказали в Управлении образования, информация секретна. На сегодня мы не анализируем, так как это у нас запрещено в Министерстве образования. Почему? Потому что дети одновременно не сдают, выпускникам, когда удобно, в какое время удобно, они сдают, выбирают день, время и все результаты они получают сами через свой индивидуальный номер. Поэтому у нас на сегодня мы не проводим мониторинг, так как это секретный документ, который получает ребенок сам. Тем временем на республиканском аналитическом портале Рэнкинг Кейзет по мониторингу экономики в Казахстане представили статистику по развитию сферы образования в стране. Результаты не радуют. За последние 10 лет на эти цели было выделено 20 триллионов тенге из государственного бюджета. Только в прошлом году 3,7 триллиона тенге. Однако, как сообщает портал, несмотря на существенные затраты, качество образования остается на низком уровне. Согласно исследованиям международной программы ПИЗа, по оценке образовательных достижений учащихся, успеваемость становится ниже, как и функциональная грамотность. Не слишком радужно сказалась и пандемия с ее вынужденной дистанционкой. О проблемах сферы образования можно говорить много. В целом, в ответственных органах принимают различные меры для их решения. В частности, стараются снизить разрыв между сельскими школами и городскими. Ведь именно неустроенную и недостаточно квалифицированную прослойку из числа сельчан, переехавших в города Аким Восточно-Казахстанской области, назвал одной из причин едварских событий. Очень важная причина – это масштабная миграция населения из сельской местности в города. Причем очень важно отметить, что речь идет не об урбанизации в чистом беде, а об изменении социальной модели переселенцев. В город переезжали молодые люди, и это вы видите. Они не имели недостаточной квалификации, постоянной доходы. Поэтому сформировалась прослойка людей, которые находятся между городом и селом. И ситуация, когда они, образно выражаясь, находятся между небом и землей, безусловно, привела их к бытовой социальной неустроенности. Конечно, глава региона озвучил варианты решения этой ситуации. Но нельзя не сказать и о роли школы и системы образования в их числе. Так, неплохой возможностью для сельских школьников может стать национальная олимпиада «Мэнбала», которая направлена как раз на поддержку талантливой молодежи. В Восточном Казахстане проект реализуют довольно успешно. Хочу отметить, что олимпиада является одним из крупных и значимых проектов для нашего региона. Национальная олимпиада проводится исключительно среди сельских школьников и является дополнительным социальным лифтом для наших сельских школьников. По итогам олимпиада определяют тысячу победителей, которые получат возможность обучаться в специализированных школах для одаренных детей по всей стране. Участие в олимпиаде бесплатное. Учеников пятых и шестых классов протестируют на навыки логического и пространственного мышления, а также на знания в области математики, казахского и русского языков и литературы английского языка и естествознания. В прошлом году в олимпиаде приняли участие свыше 13 тысяч детей. 25 учащихся продолжают обучение в специализированных школах для одаренных детей по всей республике.